Друзья мои, вот сегодня я вас привезла в город Каус. Сегодня у нас воскресенье, и как вы видите, на море очень много парусников. Люди плавают, отдыхают на яхтах. И вот я хочу вам немножко показать, я еще не была с вами в этом городе в Каусе. Он имеет свое лицо, очень специфический, красивый город, опять же на побережье нашего острова. Здесь очень много вот таких вот красивых домов, вы видите. Вот такие дома. А это только еще начало набережной. Сейчас мы с вами прогуляемся по набережной, я вам покажу немножко больше. Ну вот набережная, она опять отделана гранитом. Я бы не сказала, что уж очень она красивая. Ну, чем дальше мы с вами будем продвигаться, тем интереснее там будет нам что-то еще посмотреть. А здесь вот я вам пять парусники показываю. Очень разноцветные, живописные. Ну вот видите, такой домик. Не скажу я, что он дешевенький. А смотрится как-то не очень интересно, по-моему. Вот здесь такой же второй, они новые. Единственное, что у них расположение. А так-то, ну и может быть модерновый, конечно. Но любители. 13 февраля 2016. А, два года. Два года. Два года. Ага. Какие-то еще подробности сейчас мне поищут, мои друзья. И мы с вами будем знать немножко побольше. А вообще этот каос чем знаменит, как вы знаете, здесь у нас каждый август проходит каос week. То есть неделя вот это вот регаты. Обязательно вам покажу, друзья. Ну вот мы с вами продвигаемся по набережной, друзья. Вот видите, такие вот здесь красивые обозначители. На этой набережной каос. Нам еще, конечно, мы начали с самого начала, потому что здесь сложно с парковками. И поэтому мы припарковались далеко. Это где-то милю, наверное, надо идти. Ну, я пройдусь. А вам-то ходить не надо. Будете просто смотреть на экран. Ну вот, друзья, один из тоже таких оригинальных домиков, видите. Построен недавно, наверное, может быть, лет пять назад. Тоже такой модерновый. Необычной архитектуры, вот видите. Ну и, конечно, здесь квартиры стоят, наверное, от 700 тысяч фунтов. И выше, друзья, такие цены. Ну вот, еще один, видите, домик такой на набережной. Это уже не новодел. Это уже такой, имеющий историю. Вот, говорят, тут тоже какой-то старый лорд живет, поживает. А вообще, друзья, я вам, наверное, не говорила, но, может быть, вы сами уже поняли, что на нашем острове Вайловойт очень много богатых людей. Именно вот богатых англичан. Потому что они предпочитают красивое место, они предпочитают тишину. Они, конечно, не любят, когда очень много иностранных людей. Это вообще закрытая история. Ну а здесь как раз это именно то, что вот они и предпочитают. И поэтому здесь очень много таких мест. Даже, может быть, которых и я не знаю. Где живут богатые? Там за стенами огромные дворцы имеют. Ну вот так. Ну вот, друзья, начинается, видите, вот этот наш замечательный каос со своими старинными домами вот такими. Я так думаю, что это, наверное, все-таки еще не на одного хозяина. Это все-таки здесь, наверное, флаты вот покупаются. Очень красивый впереди, вот видите, сад, пальмы. Великолепно. А вообще, сейчас я вам потихонечку повернусь и покажу, что это же, он же, конечно же, видите, вот, это же набережная. Вот. И вот он стоит сюда. Вот с таким шикарным видом на набережную. И поэтому, конечно, дорого эти дома и квартиры здесь. Вот такой вот дом. Тоже довольно старый. А я ничего не могу вам о нем сказать. Ну, тоже кто-то живет. То ли здесь квартиры, то ли это одного хозяина какого-то. Скорее всего, опять это квартира, друзья. Так, вот здесь вот такой маленький смешной маячок. Вот там за сеткой. Вот. И называется Egypt Point. Египетский. А почему египетский? Вот сейчас как мне объяснили. Вот здесь я вам покажу. Может быть, если кто-то умеет читать, то сам поймет. А я так поняла, что здесь вот имя Египет пошло от того, что здесь было очень много цыган, которые все назывались египтянами. Но это было давным-давно. И вот они здесь были, поселения этих цыган. И поэтому вот так и осталась. Вот эта территория называется Египет. Так, ну вот этот такой здесь знаменитый лев. Опять же, вот видите, Egyptian. Здесь написано. И это Egypt Esplanade. Esplanade это, как вы знаете, во всех местах, во всех городах. Вот эта набережная называется Esplanade. А здесь она называется Египетская набережная, как я вам уже объяснила. Может быть, это и неправильно мне подсказали. Но вот получается, что эта набережная в Каусе называется Египетская набережная. Ну и вот здесь дальше пошли. Видите, какие шикарные, грандиозные, такие модерновые коттеджи. Домики такие, которые, несмотря на то, что очень дорого, как я уже вам сказала, стоят там квартиры. Но, тем не менее, они все заняты, они все куплены. И даже некоторые покупают, вы знаете, на лето. Вот такие апартаменты себе. Чтобы приезжать сюда на лето. Вот у людей хватает столько денег. Чтобы иметь такие летние дома. Ну вот, не могу не показать вам дальше. Все вот эти дома. Продолжение. Это мы уже практически пришли. Вот начало именно центра Кауса и набережной. Сейчас здесь начнутся дома. Один красивее другого. Все больше и больше и больше. Там-то был, в общем-то, лес, конечно. А здесь, видите, ну, они такие построечки, как вы видите. Не сказать, что все красивые. Вот этот, например, Павленок вообще смотреть не на что. Но в связи с тем, что они стоят близко к морю, но здесь все довольно-таки дорого. Вот опять, видите, вот эти старые дома, они перемежаются с вот такими вот модерновыми. А мне почему-то вот больше как-то нравится модерновые. Я так называю модерновые, ну, потому что вы видите, да, разницу в архитектуре, как их еще по-другому назвать. Это не английский стиль, вот как дальше там эти дома. Это стиль, по мне, так модерновый. Хотя, ведь вы знаете, какая старая Англия. Здесь, если дом, если дому сто лет, то он считается совсем новый. Ага, вот видите, там вот вдалеке отплывает вот этот ред паром наш, фэрри. Ред финал, это красная труба называется. Ну, вот он ходит из Кауса. Вот у нас там Уайтлинг фэрри, а здесь Редлинг фэрри. Редлинг фэрри идет из Кауса. Уайтлинг фэрри идет из Райда. А он там еще вдалеке, если вы видите, еще один. Они прямо что-то тут один за одним, друг за другом идут. У нас, вы знаете, здесь хоть и тепло сейчас, но... Вот посмотрите опять, воскресенье, да. Прекрасная погода, середина июня. А людей, в общем, никого и нет. Вот такой вот у нас. Ну, хотя, конечно, вот когда начинается Каус Вик, здесь очень-очень много людей. Просто не протолкнуться. Музыка кругом гремит, играет. Приезжают джиз-банды всякие. Потом какие-то вот эти коллективы. Музыка. Вот еще домики вам по пути показываю, видите. Вот видите, такой домик. Не сказала бы, конечно, что там красивый сад какой-то. Я просто вам вот эти консерватори показываю. Вот этот домик, видите, на реставрации. Пока, вероятно, старые хозяева умерли, как обычно здесь. И вот сейчас его приведут в порядок и будут опять продавать. Ну, вот тут рядом такой же огромный дом. Тоже построен недавно. Здесь вот все-таки в Каусе много строится разных домов. Ну, вот, друзья, мы пришли к яхт-клубу. Это как раз здесь на углу. Вот это вот как раз это место, видите. Здесь маленькие такие пушечки, называется Ганн. И вот они стреляют. И дают начало всем регатам. Все регаты стартуют вот по вот этим вот пушкам, по их выстрелу. Все это очень красиво, знаете, интересно. Вот мы с вами это все посмотрим. А сейчас я, конечно, может быть, еще зря вас привела сюда. Но пока мы дождемся августа, возможно, здесь много что изменится. Так, а вот это вот, вот этот как раз яхт-клуб, вот видите. Вот он такой. Старинный яхт-клуб в Каусе. Когда он был основан, я, к сожалению, не знаю. Ну, поверьте мне, что он такой же старый, как и вся матушка Англия. Ну, и вот здесь вот как раз вот небольшой такой харбор причал. Самый центр, куда прибывают ферри все на Каусе. Вот это вот, начиная от угла вот этого яхт-клуба, здесь уже начинается непосредственно очень шумная набережная с кафешками, с маленькими палатками мороженым и пиво. А вот такой домик еще, друзья, показываю вам. А сейчас еще я вам кое-что расскажу, вы знаете. Сейчас туда подальше пройдем. Сейчас это уже мы практически в самом центре, и там туда дальше идет уже город, это набережная заканчивается. Ну, вот здесь такая, вот это я вам поближе показываю, вот такая вот бухточка, в которой встают на причал все эти лодки, катамараны, яхты и всякие плавучие средства. Вот это такая вот, сейчас вам еще там дальше покажу и расскажу одну вещь. Ну, а здесь, как вы видите, вот уже начинаются просто такие кафешки, маленькие пабы, барчики, ресторанчики внизу. Это вот начало как раз уже города Каос, вот как раз где все предпочитают выпить кружечку пива, послушать музыку, посидеть, отдохнуть. Ну, вот вы знаете, я зашла уже в город Каос. Что-то как-то даже не знаю, с какой стороны вам его показать. Вот он такой, какой-то абсолютно неприглядный, друзья, сам город. Здесь в Каосе интересная набережная, конечно. Конечно, интересна сама набережная, просто здесь вот это вот все. Обычный, маленький, старый английский городок, как множество других здесь, который вот с такими маленькими улочками, со старыми домами. Это все постройки вот этих домов, они, наверное, уже лет по 200 им, друзья. Считается, новодел все равно у них. Ну, покрасили и дальше живут. А потом, когда смотрите внутри, и удивляются наши русские, которые никогда не жили в Англии, не видели и не знают, как здесь живут люди и что значит купить дом старый, флэт в Англии. И будешь там в этой архитектуре, в холодном доме жить. А по-другому никак, друзья. Только так. Вот хочу показать, видите, какая прелесть. Это вот макет вот такого огромного корабля. Вот он на продажу. Стоит 150 фунтов. А может быть и нет. Черт не поймешь, что там написано. Ну, симпатичный. Да, ну и вот, друзья, я вас напоследок привела. Вот, показать вам вот это здание впереди. Я, конечно, не уверена, что оно будет хорошо видно вам. Но вот видите на нем там этот Юниан Джак. Этот Юниан Джак, это флаг Великобритании. Как вы знаете, я вам тоже о нем много рассказывала. И вот. Это вот такой ангар огромный. Это здание ангара, на котором, в котором внутри строится Хауэркрафт, эти судна на воздушной подушке. Вот. Они строятся и потом по всему миру их покупают, они используются. Ну, а вот этот флаг был как раз нарисован в 1977 году на 25-летний юбилей царствования королевы Елизаветы II. Ну, и с тех пор вот он здесь вот так вот красиво выглядит. Вот этот ангар. Вот я вам хотела, пожалуй, последнее, что я вам хотела показать, друзья. Вот. Ну, не знаю, как-то заканчивать, может быть, на такой ноте. Не знаю, стоит ли, но думаю, что уже хватит нам с вами. Я думаю, что вы поняли немножко, что значит из себя город Каус. И вот как он выглядит. Один из очередных городов наших. Мы с вами сюда еще вернемся, когда будет Каус Вик в августе месяце регата. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, друзья. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok